Жили-были, брак до сестра, петушок до курочка. Это Василий. Ему 6 лет и уже в этом году он пойдет в первый класс. Чтобы подготовить мальчика к школе, его мама, наша коллега Светлана Дробкова, отвела сына на подготовительные занятия. Мы занимаемся азбукой, где мы читаем рассказы, решаем примеры. Так получается, что Василий сам изучил уже года в три, наверное, и азбуку, и цифры, и начал писать, читать, считать. Но вот с дисциплиной было не очень. Я решила отдать его на подготовку, чтобы он социализировался. Там есть и другие дети, у которых другой уровень подготовки, которые впервые увидели буквы, цифры. И вот для таких ребят, я думаю, это очень полезно. Сам Вася признается, читать по слогам ему скучно. Он давно этому научился. Считать примеры уже интересней. Но в школу все равно не хочется. Да там в первом классе будет шесть уроков. Нету двух достаточно. Потому что скучно. И в детском саду, и на подготовке Вася давно не узнает ничего нового. Заводить друзей на занятиях интересно. Но чтобы исполнить мечту, стать разработчиком игр, нужны знания. А их дают в школе. В первом классе к уже знакомому литературному чтению, русскому языку и математике добавятся изобразительное искусство, окружающий мир и технология. Последнее в новом учебном году претерпит ряд изменений. Технологию заменят труды и технология. Чем они отличаются? Больше отличаются практикой. То есть это будет больше на практике. Ребята будут своими руками много делать. Еще один предмет. У нас предмет был ОБЖ. А теперь у нас будет такой предмет, как основа безопасности и защиты Родины. Здесь больше будет рассказано о наших вооруженных силах. Чем сейчас они занимаются. Также будут практические работы, спортивные мероприятия. То есть сюда войдет очень большое количество практики. Количество первоклассников в этом году рекордное по стране. Около двух миллионов. В Брянской области их число увеличивается с каждым годом. 12 641 ребенок сейчас находится в первом классе. С 1 сентября наши ряды пополнят наши малыши. Их будет более 12 500 человек. Но это я говорю только тех ребят, которые сейчас ходят в детский сад. Но у нас еще есть домашние ребята. Вместе с количеством учеников увеличивается число школ. Комфорт учащихся и учителей на контроле региональных властей. В период с 22 по 23 год отремонтировано 60 зданий. Общеобразовательных учреждений. Что касается 24 года. В 24 году у нас будут отремонтированы 13 зданий. Александра Савельева, Виктор Левченков, Анатолий Чекригин, Брянск.